Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики на канале, меня зовут КТ2Г. Помнится, я как-то уже говорил вам о том, что мне нравятся различного рода тайкуны, стратегии и казуальные симуляторы. Как бы последнее не звучало бредово, но такие жанры есть и они вполне популярны. Сегодня я бы хотел вам представить очередной тайкун от молодой испанской студии DreamSide. 1 августа ей исполняется ровно 2 годика. Игра, которую они разработали, носит название Empire TV Tycoon. Если спросить Google Translator, то ответ будет более знакомый и удобный для произношения и понимания, а именно Империя ТВ Магнат. Игра вышла 15 октября 2015 года, так что скоро ей уже будет тоже ровно 1 годик. В Империи ТВ Магнат мы выступаем в роли руководителя одного из трех каналов, переживающего далеко не лучшие времена. Наша цель проста в понимании, но сложна в достижении. Нам необходимо привести телеканал к успеху, славе и, конечно же, горе зеленых шуршащих бумажек. Для достижения этой цели мы должны грамотно распределять эфирное время, создавать контент, снимать фильмы, сериалы, различные шоу. Опять же, в угоду извращенным вкусам и пристрастиям нашей любимой аудитории. Ну что ж, приступаем. Начинаем новую игру. С чего у нас начнется выбрать игрока? Силенький, зелененький, красненький. Все упоротые, кроме красненького. Он крутой, он в очках. Эх, красный канал. Выбираем. Смотрите, сразу уровень сложности стоит эксперт. Ну, ребят. А, секунду. А, он закрыт. Так, тебе суждено научиться играть в короткий срок. Долгий срок. Так, ребята, 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 давайте, думаю, сделаем так. Сыграем в короткий срок. Если реально этот тайкун зайдет очень хорошо, я, конечно же, питаю, питаю мечты о том, что это будет нереально годный тайкун, который, по крайней мере, мне зайдет и мне понравится. А если это будет так, то это будет очень хорошо. В любом случае, с новыми тайкунами я никогда такой надежды не теряю. Но, если понравится, то долгий срок будет. Вот. Так, ну, это, конечно же, аркада. Бой против искусственного интеллекта. Первый, кто заработает достаточно очков, побеждает. И в бесконечном режиме. Это у нас к продвинутому. Да, относится. Да. Неограниченная игра без завершения. Ну, прекрасно, в принципе. Погнали. Все, я выбрал. Я выбрал, выбрал и... А, ну да. Еще мы можем выбрать... Давайте выберем на данный момент пока аркаду. Я думаю, что за несколько серий мы сможем уложиться с обучением. Да, я и сказал за несколько. Потому что мне нужно чуть больше времени, чем среднестатистическому человеку, чтобы чему-то научиться осознать и понять. Поэтому, ребят, продолжаем. Выберите тему своего канала. Общая комедия, драма, научная фантастика, документальные, ужасы, вестерный спорт, фэнтези, мюзиклы, романтика, экшон, телевикторины. Вау. Ну, давайте комедию выберем. Три новостных блока доступны ежедневно. Один из которых всегда будет комедия. Ну, почему бы и нет? Бонус. Бонус плюс 15 очков за съемку, если жанр будет комедийный, и минус 5 очков за другие жанры. Ну, ребят, я буду снимать все жанры, но, конечно же, я буду больше всего делать свои любимые комедии. Они у меня будут очень смешные. Ну, на уровне лопата. Но, тем не менее, это будет годнота. Так, бонус 10%. Угу. Так, 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 да. Ну, в общем, аудитория тоже будет относиться с большим пристрастием к жанру комедии. И с меньшим пристрастием на минус 3% к другим жанрам. Ну, что ж, тут такой перевод. Но, тем не менее, все понятно, все ясно. Приступаем. Так, хватит, значит, хватит. У меня было все. И уже ничего. Наверное, там было это. Итак, давайте посмотрим руководство вступления. Так, твоя цель сделать канал туда-сюда. Ну, это-то понятно. Первый канал, который получит 600 очков славы, станет победителем. Очки славы получает канал с самым большим числом зрителей каждый час. Ну, ребят, комедия, это все, это просто без шансов всем остальным. Если только, конечно же, среди наших конкурентов не будет тех, кто будет разделять. Ой, будет, будет так много. Тех тоже комедийных каналов. В общем, приехали. Итак, если твой денежный баланс отрицательный три дня подряд, то ты тоже проигрываешь. Кстати, смотрите, как круто написали. Три дня подряд и три дня слитно. Как будто под... А, ну, да. Ладно, это я свои мысли вслух высказал. Так, нажмите на трех лифт, а поднимитесь на лифте на свой этаж. Окей, окей. Все. Добрый день, сэр. Вот ваша газета. Так, когда ты в лифте, ты можешь нажать на любой этаж, чтобы поехать туда. Сначала тебе всегда нужно ехать в свой офис и составлять программу для своего канала. У каждого игрока... Блин, обожаю, обожаю. Мне так нравятся эти все ошибочки. Правда, ребят, с ошибками тоже особо не усердствуйте, потому что они имеют роль в итоге сказываться на вашей грамотности письменной. На заметку. Так. Есть три этажа соответствующего цвета. А, ну да, я еще самого главного не сказал. Это все одна империя, у которой три канала вроде бы как. И мы выступаем, да, в роли руководителя одного из... Ну, в принципе, я это уже и говорил. Так, твой компьютер находится на этаже девять. Библиотека фильмов на этаже... Ну, в подвале, в общем. Рекламное агентство на восьмом. И апгрейды здания происходят на этаже четвертом. Теперь иди к своему компьютеру и научись составлять программу для своего канала. Не вопрос. Красный канал студия, красный канал работники, красный канал офис. Да, вот они, вот они три канала. Наш самый топовый. Он сразу наверху. Ребята, Топчик ТВ. Все, я придумал название. Топчик ТВ. Так, погнали. Ну, хотя название канала, наверное, нельзя придумать. Надо писать так. Пойдем, поруководим. Так, чтобы управлять своим каналом, просто нажми и перетяни контент в часовые блоки. Первая колонка для маркетинга повышает аудиторию. Вот я сейчас читаю, я же не запомню. Так, первая колонка для маркетинга повышает аудиторию в этом блоке. Средняя для фильмов. Так, ну мне бы на нее посмотреть, но думаю, сейчас я увижу и сразу все станет понятно. Так, средняя для фильмов, контент, который твоя аудитория смотрит каждый час. А первая для телерекламы. Первая, правая, средняя. Зашиб. Кстати, очень круто, это как я прочитал три книги. Первая, синяя и буква. Это Миша Галустян, в кого я не так шутил. А шутка смешная. Так, а правая для телерекламы. Приносит тебе деньги, если ты выполняешь требования. Да, кстати, требования здесь должны быть жесткие. Аудитория определяет, какие люди смотрят ТВ. Ну, это, видимо, кабинет аудитории. То есть, статисты. Есть. Так, назовем их так. Тебе нужно выбрать свой контент, исходя из аудитории. Да не вопрос, давайте посмотрим. Итак, здесь новости, здесь фильмы, здесь телереклама. Аудитория. Дети, мужчины, женщины, дети, рокеры. Дети, рокеры. Ну, да, есть такой. Женщины гики, не встречал. Женщины, дети. Ну, встречал. Гики, дети, рокеры. Гики, дети, рокеры. Гики, женщины. А, ну, да. Таким вот образом мы ставим этот своеобразный фильтр. Так, новости, 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 телешоу. Смотрите, все, все вообще. То есть, как это? Реклама. Сразу же, balls out. И сразу же... А, новости, фильм. Ну, да, как бы круто так. Prime Time. Самая большая аудитория. Давайте поклятим, какой фильм мы можем туда запихнуть. Нам необходим самый крутой рейтинг. Самый крутой рейтинг у фильма balls out. Так. Ага. В общем, здесь, в этом фильме, сюжет строится на том, что... Да, строится на том, что... В общем, уборщик работает в школе. И прикол весь в том, что... Он потерпел неутачу в карьере профессионального теннисиста. Будем наблюдать за его жизнью. Зомби Найтмэр. Не только не зомби. Бэт плохие девочки. Джастин Бибер. Никогда. Джон Картер. Вот. Джон Картер. А, это научная фантастика. Ко мне это не зайдет. Документальные ужасы. А, ух ты. Balls out. Это спор. Это необходимо все убрать. Пам-пам-пам-пам. Вестерный ужас. Документально. И как назло. А, нет, смотрите-ка. Ищем. А, комедия. Вот же все просто. Юниор. Арни дал жизнь ребенку. Этот фильм, я не помню, как называется. В общем, сюжет фильма в том, что Арнольд Шварценеггер рожает. Надо будет его пересмотреть. Да, одна комедия. Это в самый прайм-тайм. Просто запихотнем. Так, с одним разобрались. Ну, увы, ях. Больше мне пока заполнить нечем. Ну, или хотя можно будет придумать. А вот единственного, не знаю, можно ли все заполнить разом. Или необходимо как-то вот так вот передвигать. Маленькая аудитория. Боллс аут показывает. Но, ребята, это жесть. Мне необходимо больше комедии, потому что положено. Алабама Фрайд Винкс. Ожаренные крылышки Алабама. Дай мне крылья, я смогу летать. Мента Спайс. Оставайся бодрым целый день. Реклама в прессе. Реклама на радио. Блок для зрителей. Блок для зрителей. Я маленько не визжаю. Ну, что ж. А здесь почему никого? Аудитория здесь, в общем, пока что еще не ясная. Так, ну, что ж. Здесь у нас кто? Блок для зрителей. Блок для зрителей. Это у нас реклама на радио. Наверное, она с телевизором не связана. Вот сюда рекламу запихнем. Ребят, я, походу, дело, да, не нажал на паузу. Потому что ее тут тупо нет. Я сильно долго разбирался. Сильно много говорил. Срок истекает через пару дней. Я сейчас, наверное, совершил ошибку. Я с рекламой ничего не посмотрел. Твой первый фильм в эфире каждый час. До трех разных категорий зрители будут смотреть ТВ. Это влияет на количество той аудитории. У каждой группы свои вкусы. Так что тебе необходимо найти лучший фильм до каждого случая. Рейтинг и свежесть фильма также будут возрастать или убывать в зависимости от числа зрителей. Качество и новизна, ключ к успеху. Ну, ребят, я это не спорю с этим. Но... Каждый час до трех разных категорий зрителей. Ну, и на ночь давайте мы поставим что-нибудь. Даже не знаю, что люди по ночам смотрят. Научную фантастику Джон Картер. Так, но фильм-то очень годный, чтобы его ночью показывать. И, видимо, он очень свежий. Одинокий человек ходит на свидание вслепую. Чтобы встретиться с пятью одинокими людьми. Так вот проводится тоже свидание вслепую. Устраивают мероприятия. Там по пяти минутке. Либо по минуте. Либо по две. Все друг с другом разговаривают. По парам. Точнее, сначала разбиваются. Потом меняются парами, собеседниками. И, таким образом, находят себя. Я это фильм в каком-то виде. Давайте запихнем экшен. Так, сейчас идет balls out. Честно, я сейчас не понимаю, в чем речь. Реклама в прессе. Реклама на радио. Помощь с фильмом. Так, названия фильмов, созданных игроком, выделены синим. Фильмы со множеством блоков перенесут ценности аудитории из первого блока на все остальные блоки. Получи бонус на все группы аудитории, плюс 10 на всю аудиторию. Так, ребят. Возможно, я чуть-чуть поторопился. Но это первый блин комом. И мне необходимо будет потом как-нибудь самому еще отдельно посидеть, поразбираться. Потому что, я уверен, это годнота. Еще давай рекламу сделаем. Все, 5 реклам. Прайм тайм. Алабама, Алабама. Так вот все забито, забито. И что-нибудь еще сюда. Давайте Алабамку ставим. Все, 4 из 4. Надеюсь, надеюсь, это будет хорошо. Ну что ж, давайте поглядим. Что это было? Получено новое письмо. Блок зрителей Слава плюс 3. День первый начинается. Давайте посмотрим, где мне письмо проверить. Так. Рокеру не нравится. Детям. Аааа. Да, 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 да. Я понял, пастилумен. Кстати, смотрите, здесь очень много пасхалок. Это Винс и Джубис из фильма Криминальное чтиво. Так, здесь я пока ничего не вижу. Здесь просто заброшенный этаж. Здесь тоже никого нет. Необходимо будет мне нанимать сотрудников. Руководство. Новости. Так. Смотрим письмо. Начинающий. Жители империи свои проблемы. Они могут просить тебя о помощи. Еще они очень богатые. Все знают, что хороший фильм может решить любую проблему. Но не любой фильм способен на это. Будь внимателен к их требованиям. Если ты поможешь им хорошим фильмам, то сможешь заработать много денежек. И твоя узнаваемость в обществе тоже возрастет. Ууу. Ребята, ну я верю, что я с этим разберусь так. Начинающий танцор. День первый. У меня должен быть очень важный тест. Я недостаточно готов. Мне нужно хорошо отрепетировать некоторые движения перед завтрашним днем. Поэтому не мог бы ты, пожалуйста, пустить в эфир приличный мюзикл. Сегодня вечером в 22.00. Да не вопрос. Ради тебя все что угодно. Так. У меня есть немного лишних в день. Ни фига себе. 106 тысяч. Практически с продаж сигарет моим бывшим танцорам. Эти деньги будут твои, если ты сможешь помочь мне. Так. Необязательный квест. Ты можешь запланировать любой продакшн, который соответствует следующим требованиям. Чтобы получить вознаграждение. Денежное вознаграждение. Так. Так. Время 22.00. Жанр мюзикла. Минимальный рейтинг 4.1. А вот тут начинается самое веселье, ребят. Так. Пуководством. Здесь ты узнаешь, как новая аудитория реагирует на различный контент. Ребята. Кра. Какая-то уж очень. Если в ней разобраться, то мне кажется, она не будет такой уж сложной. Это касается всего. Так. Нужно быть внимательным, сравнить результаты, планировать будущие действия на основе статистики по аудитории. Экономическая статистика и варианты аудитории для каждого канала тоже находятся здесь. Все меняется в режиме реального времени. Так. Ну вот, собственно, и статистика. Если посмотрим. Синенький бэби. Ага. Смотрите. Мы пока тащим. Болз аут творит чудеса. Да. Это круто. Это замечательно. На улице снег. Бэкану. Ооооо. Так. Мне необходимо поставить мюзикл. Мюзикл на 22.00. Да. Так. Что у нас носится? Вот мюзикл. Мюзикл 4.5. Прекрасно. Ребята. Ставим Summer Camp. Как раз одна часть. Великолепно. Ну. Погнали дальше. Так. Тихо. Стоп. 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 Блок зрителей. Слава плюс 3. Получено новое письмо. Получено. Слава плюс 3. День первый начинается. Ну. Да. 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 Ну. Все это была старая информация. Видимо просто. Так. Давайте-ка мы пройдем еще. Лифт. Ты должен посетить своих работников и узнать как они и что они. Но здесь нет никого. Так. Ты можешь нанять до 4 работников и у тебя есть только 2 рабочих стола в начале. Ты можешь купить новые столы посетив NPC на этаже 4. Работники могут помочь тебе в разных сферах и ты можешь повышать их уровень, чтобы получать максимум пользы от них. Ты всегда можешь уволить их, но желательно выбрать хорошего работника и улучшать его показатели настолько, насколько это возможно. Но в принципе это круто. Я думаю, что это поможет нам потом с развитием телеканала и работники смогут собрать на себя некоторые обязанности, которые сейчас возложены на нашего руководителя. Чтобы меньше заморачиваться и больше веселиться. Так. Давайте-ка посмотрим. Сидни Харрис. Эдисон Круз. Сценарист. Сценарист. Маркетинг-менеджер. Хакер. Виктория Уотсон. Хакер для того, чтобы скорее всего пиратить фильмы. Мэдисон Райс. Саманта Кинг. Амелия Грин. Алексис Бейкер. Изабелла Грей. Наталья Прайс. И кого бы мне выбрать? Помощник продукта. Сценарист. Маркетинг-менеджер. Ну, ребята, что ни делал. Позволяет купить и использовать один уровень рекламы с дополнительно 4% зрителей блока. Сценарист. Уровень навыков по жанру фильма. Ну, это сценарий. Писать это замечательно. Это просто великолепно. На комедии на шестерочку. Комедии на четверочку. Так, менеджер опять дополнительного дохода за каждую спешную рекламную кампанию на ТВ. Плюс 60% у твоей репутации при приеме актера на работу и на 20% снижению расхода. Расходы, видимо, связаны с заработной платой на этого актера. Контент-менеджер. Не уменьшает расходы на 10. Мне вот, наверное, нужен контент-менеджер. Да, все. Да, берем. Нанятая Лексис Бейкер. Так, я не поговорил с новостями. Библиотека фильмов. Давайте ознакомимся. Это же назад в будущее. А, нет. Или, да. Или это из мультика. Не время приключений. Я так мульт не смотрел, поэтому не знаю. Это из фильма Я Робот. Вроде бы. Либо пришелец. Да, это робот. Так. Давайте-ка поглядим. Тут ты можешь купить и продать фильмы. Соответственно, продать использованные фильмы и использовать деньги на покупку новых. У каждого фильма есть рейтинг свежести, который определяет уровень новизны контента для зрителей фильма. И его успеха у зрителей напрямую зависит от этого показателя. Каждый раз, когда ты вносишь в программу новый контент, уровень свежести снижается до нуля. И автоматически возрастает со временем. Как получить деньги? Нужно заявить только сюда. Ага, ага, понятно. Ну что ж, с фильмами тоже все ясно. Выходим. На данный момент у меня есть по одному фильму на Капитан Америка щит. У меня есть по одному фильму на каждый жанр. С этого и будем танцевать. Хотя лучше бы я прикупил комедию. 2-3 фильма буквально. Так, давайте по жанру выстроим. Мюниор. А, это продать, купить. Погнали. Жанр. Так, маска. Годнота. Просто полицейская академия. А сколько у меня денег? Я свои деньги не вижу. Да, у меня 495 тысяч, поэтому можно купить. Можно купить полицейскую академию. Комедия. Свежесть. Свежесть, наверное, вот зелененький индикатор. Да, свежесть 100%. Так, 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 все круто. Так что давайте посмотрим. Получил новое письмо. Куплено, да, полицейская академия. Куплено кинокартина. Маска. Блок зрителей славы минус 2, к сожалению. Угу. Там молчаливый боб стоял. Так, руководство награды индустрии. Эти награды прекрасный способ заработать признание и деньги, который заслуживает твой канал. Чтобы принять участие, тебе нужен фильм определенного жанра, снятый тобой, который никогда не номинировался на награду индустрии. Чтобы заработать продакшн, необходимо найти сценариста и сказать ему, написать сценарий к фильму для тебя. То есть для нас. Так, ну, скройся. Это, ребята, молчаливый боб. Да, он фарцует пиратскими фильмами. Так, погнали. А это, походу, на Дети шпионов жаба. Человек с лампочкой. Только там был Пал Палыч. Рекламное агентство. Погнали. А вот и руководство в рекламном агентстве. Давайте с ним поговорим. ТВ-реклама бесплатна. И это лучший способ заработать денег. К каждому рекламному ролику есть определенные требования, которые нужно выполнить, чтобы получить награду. Будь осторожен, когда получаешь рекламный ролик после того, как он стал твоим. Его невозможно вернуть. Ты должен завершить работу или заплатить штраф. Все серьезно. Не бери рекламный ролик, если не уверен, что можешь выполнить требования к нему. Окей. Так, дадим. Аполло Кэнди Барс. Конфеты Аполло. Полный орехов. Апу Йога. В общем, понятно, здесь у нас реклама. Лифт весь покоцанный. И теперь куда технологическая зона. Если у тебя есть деньги и необходима слава, ты можешь купить несколько апгрейдов для своего канала. Тебе можно сделать ремонт своей студии. Нужно сделать, чтобы снимать собственный контент. Апгрейды ТВ-передачи, ТВ-спутника и библиотеки фильмов очень важны. Их нужно делать как можно скорее. Это не вопрос. Доступные апгрейды. Ремонт студии. Стол работника. Пополнить ассортимент видео библиотеки. Телевизионные рекламы. Ну, круто. Давайте сейчас у нас чистый тест. Затарим все, что можем. Что мне скажет робот? Ага. Устанавливаем спутниковые тарелки, антенны. Я могу привлечь себе зрителей. То есть, смотрим. Зрители плюс 500, плюс 500. Показана стоимость. Тогда появились там тян. Тут какие-то парни. В общем, ребят, тут много чего интересного. Со всем этим необходимо разбираться. Так, ну что ж, давайте вернемся в офис. Попробуем еще поговорить с работником. Купить новостные. Ох, там появился секьюрити. Новости доступны. В империю прибывают судьи из книги рекордов. Население города взволновано. Пусть 100% из комедии. Реклама, женщина, блог, комедия. Попробуем. 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 Ну что ж. Денег я потратил целую гору. Так, давайте посмотрим. Вынесли ни одного фильма в следующем блоке. Ага, нам необходимо запланировать фильм. Так, контент менеджер. Я пока не въезжаю. Кстати, можно на них не нажимать, можно просто нажимать на стол. И давайте поглядим. Так, а какой следующий блок? Ага, вот оно в чем дело. Ну, давайте телешоу поставим. Так, фильм джуниор запланирован. Дальше пусто-пусто. Да, необходимо все забивать. Ой, полицейская академия. Какая вкуснятина состоит из двух частей. Она как раз идеально сюда зайдет. Но мне жалко. Жалко, жалко, жалко. Так, next эпизод. Один из десяти. Два из десяти. Три из десяти. Так, здесь я все запомнил. Теперь давайте сразу же еще. Реклама на радио. Да, потому что джуниор идет. Комедия новости. В империю прибывают судьи. В общем, ребят, я не въезжаю, как это работает. Пока что. Ну, давайте закидаем все. Так, Алабаму. Мента Спайс, Мента Спайс. Ага. Так, сюда. Сюда. Видимо, нельзя уже. Окей. Три из трех. Мента Спайс, три из трех. Так, это уже лишнее. Ну, все, пока что мне закидывать больше нечем. Давайте поглядим, как пойдет процесс. Все, пошел next. Ждем. Пока что самый крутой синий. Я в отстое. Популярность канала просто хуже некуда. Арнольд, типа Арни беременный? Ох, хихихи. Ну, да, да. В фильме было такое. Так, людям нравится. Десяточка. Смотрите, я заработал немножко денежек. Что сейчас идет? 14. Круто. Я из отстоя маленько вырвался. Ты не запрограммировал ни одной рекламы в текущем фильме. Да? Как? Ну, вот же. Это что? Хе-хе-хе-хе-хе. Понятно. Ну, да. Я снова в отстое. Ты не запрограммировал ни одной рекламы в текущем фильме. Ну, да. Но у меня, потому что они вроде как кончились. Наоборот, пускай люди радуются, что нет реклам. Так, женщины влюбленные. Скажи привет моему маленькому другу Тони Монтана, лицо со шрамом. Да, это было такое в фильме. Я это видел. И мне это нравится. Так, не обязательно. Ты должен заявить экшен для получения награды в этой сфере. Курьер будет ждать на нулевом этаже до 10 часов. А вот, собственно, и курьер сам. Добрый день, сэр. Вот ваша газета. Спасибо. Денег, в принципе, наверное, практически столько же, сколько и было. Почти 520 тысяч. Ну, что сказать. По итогу первого дня я пока что в отстой ТОПчик ТВ. Сейчас Дончик ТВ. Но скоро все исправится. Поэтому, ребят, это была даже больше ознакомительная серия. Как для вас, так и для меня. И что ж. Я думаю, это довольно-таки забавно. Но посмотрим. Так что некоторое время я думаю, игру поковыряю отдельно. Посмотрю, что к чему. И обязательно, обязательно вернемся. И всех просто ушатаем. Будем number one канал. Поэтому, давайте на этом моменте мы остановимся. И продолжим уже в следующей серии. С вами был КТ-2Г. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok